Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит, и мы продолжаем проходить Fallout 4. Салют какой-то за окном, у кого-то уже Новый год пошел похоже, да, кто его знает, не знаю. В общем, мы тут бродили, ходили, чё, как, я тут отгадывал. Оказывается, эта штука, она вращается, я пришел еще раз на нее посмотрел, она вращается. Вот, и буквы в порядке. Самое интересное, что у нас не записалось нигде, в каком порядке эти буквы, то есть, нигде не записалось. Мне пришлось пересматривать прошлый видос, который мы записывали, чтобы, так сказать, воскресить этот шифр Railroad, только буквы D на конце не хватает, и получится слово Железная Дорога английская, Railroad. Ну, давайте попробуем набрать, я думаю, должно получиться, я тут R уже поставил, так, а вот. Да, я пытался вначале, ну, так вот, наугад, но пару букв отгадал, и все, я же не помню, какой там стоял. Так, Rail. Теперь снова буду крутить, да? Ну, пипец. Я уже был практически в отчаянии, готов был в интернет залезть, я этого очень не люблю, посмотреть, как проходить. Но потом подумал, что надо еще раз сюда прийти, я смотрю, какая-то штука-то крутится, блин. А так даже незаметно, никогда не догадаешься. Railroad, да? А, сука, я не то нажал. Сейчас, секундочку. Сейчас, Рокутагин просто третий раз, по-моему, или пятый крутит, когда-то. Несколько раз крутил, две буквы угадал, и все. Ну, так, на память вспомнил, что первое это R. R, да? Да, тот звук, который нужен. Так. Работает, сука. Собственно говоря, все. И. Я же полностью набрал. Rail. Ro. Да. Все буквы набраны. Не понял. Подожди. Не понял, ребят, вы что-нибудь поняли? Можете понять? А, последнюю букву нам надо самим угадать. Я так понял. Ну да. Не, подожди. Вот. Rail. Rail. То есть. А. Подожди-ка. Не понял, как так? Ну, буква А набирается. Значит, буква А сейчас должна набраться? Блин, буква А набралась, буква А сейчас набирается. Сука. Это взрывает мой мозг, эта загадка. Вот. Rail. Road. Мы букву Д, наверное, должны в конце сами догадаться, что ее надо поставить. А если человек не знает английского вообще? Представляете себе? Нагиб. Если человек не знает английского, как он угадает последнюю букву? Она нигде не написана, не была на указатель. Ну, так нельзя делать. Если человек не знает английского, он не отгадает эту загадку. То есть, совсем не знает. Если как я хотя бы знаю, то отгадает. Вот. Railroad. Вот какой пароль. Railroad. Железная дорога по-английски, значит. Так. Видите, какой Рокутаги? Молодец. Я, этот, high education, MBA, высшая школа английского, сука. Кое-что помню со школы института. Вот так это называется. Ха-ха. Ты явно давно добиваешься этой встречи, но прежде чем ответь на мои вопросы. Кто ты, черт подери? Оу. Я вам не враг. Я следую по пути свободы в поисках подземки. Я вам не враг. Если это так, тебе нечего бояться. Кто рассказал тебе, как нас contact us? Кто рассказал тебе? Доктор Амари? Доктор Амари. Да. Сказал, как вас найти. Очень интересно. Последний вопрос. Зачем ты здесь? Эээ. Все без утайки, говорю, как есть. Мне удалось выследить и убить охотника из Grand Genetics. Теперь нужно взломать код с его чипом. Мне нужна помощь. Что-что? Чип? О таких вещах не шутят. Не знал, что у нас вечеринка. А мое приглашение где? Потерялось? Оу. Вижу и убийцы охотников пригласили. Круто. Якон, ты опоздал. Хочешь сказать, эта птица действительно может убить охотника? В одиночку? На такое даже Глория не способна. Говно твоя Глория, поняла. Это Рокутагин, детка. Экстренные новости, босс. Он вроде как большая шишка. Если допрос закончен, лучше проявить немного уважения к этой машине для убийства охотников. Просто дружеский совет. Я должна перед тобой извиниться. Любой, кто убил охотника, мой друг. Я Дездемона. Я возглавляю подземку. Да какая моя хорошая. Такая прямо Дездемона. Ну давай. Давай. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Твоя просьба ставит нас в сложное положение. Дезд, мы должны его впустить. У нас же есть неповрежденный чип. Это нарушение протоколов безопасности. Нахрен патроколы. Он убил охотника. С дочери. Он точно не работает на институт. Мы выпустим тебя в наш штаб-квартиру. Мы впервые предоставляем такое привилегие постороннему. Внутри обсудим, что делать с твоим чипом. Хорошо, хорошо, ребят. Вы так не волнуйтесь. Главное. Ну какой Рокутагин. Молодец. Как я этого. Рейлрод. Все узнал. Что куда. Ну подземка, правильно? Подземка. Железная дорога. Рейлрод. Железная дорога. Только подземная. Она вообще называется андеграунд обычно. Слышь? Дьякон. Что ты? Дьякон какой-то странный. Ты на Элвиса похож? Отвечаю. Вообще Элвис. Элвис жив. Элвис. Как жизнь? Так, ладно. На чем мы остановились? Ну да, мы остановились на том, что мы идем за вот этой прекрасной дездемоной. А ну что-то не очень даже ничего. Очень ничего, ребятишки. Нормальная такая дездемона. Правильная дездемона. Так. Открываем. Ну. Не понял. Вот я уже боялся очередной глюк. Думал Фоллаута. Расшифровка чика-охотника. Очень сложная процедура. Последствия могут быть непредсказуемы. И потеря данных. Смотри, не нарывайся. Дездемона, веди меня. Веди меня с собой. Нифига у тебя шляпа на голове какая. Привет, Дез. Привет, Дез. Ты что-то хотела? Том, нам принесли чип-охотника. Ага, серьезно? Блин, сто лет их не видел. Ладно, теперь об условиях. Том передаст тебе код, но чип-охотника останется у нас. Да мне он нафиг не нужен. Конечно. Хорошо, он ваш. Ну что ж, Том? За дело. Ну что ж, здравствуй, чип-охотника. Посмотрим, что ты расскажешь анализатору с кем. Давай. Комон, нига. Сделай свое дело. Такой вообще тип, да? Наверное, мозговитый. Готово. Мы получили доступ к чипу. Сейчас немного поиграем с аналогичными. Давай, давай, Морфеус. Сделай свое дело. Что? Вот черт. Не вздумай падать. Сбой в памяти. Ну вот, алгоритмы шифрования. Отлично. Пока все в норме. Давай. Зараза, последние цифры добавили больше десятичных знаков. Придется. Ну же, крошка, давай мне комбинацию. Где она? Давай, 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 делай. Стоп, тут используется ту же логографическую функцию, что в ген... Короче, что там пугунь несет. Я тебя уделал. Да, да. Угу. Делай мне эту слабую базу. Давай. Угу. Не уверен, что в следующий раз нам так же повезет, Дэс. Продолжай анализ чипа. И ты. Я бы с удовольствием предложил наше сотрудничество, если бы... Но хочу подчеркнуть, если ты используешь эти данные и узнаешь что-то про институт, то своей находкой ты прежде всего поделишься с нами. Иначе нашим отношениям будет нанесен, принесен конец. Все понятно. Все говорят, что я слишком налегаю на химию. Ну, судя по твоему внешнему виду, вот по этой шляпе, да, ты как бы... Есть тебе что-то растаманское есть? Это что, у тебя бульбулятор такой огромный, да? На башке, чтобы ты... Вот, 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 все с тобой ясно. Смотри, не нарывайся. А че это мне с тобой нарываться? Агент подземки. Слушай, ну ты вообще какая-то странная. Ладно, он там нормальный, чернокожий. У тебя вообще что-то непонятное. Ты каким-то зеленым отливом пошла. Ну, сука, тоже мутанты какие-то непонятные. На людей-то не очень похоже некоторые. Это тир, что ли? Стрельбище такое. Импровизированное. Во! Вот инопланетянин есть игрушечный. Вилочка есть. Ты че? Слышь, Бобик, помощь нужна. Меня инопланетяне отяжелили. Давай побазарим. Не делай такие виды. Так. Моя одежда... Шляпа какая-то. Ну, шляпа она есть, шляпа. Мой хлам. Так, давай. Весь этот хлам мы к тебе, Бобик. Ты у нас человек добрый. Ты всю шляпу понесешь. Крупную. Ломы всякие, болты. Как раз по вот этому специалисту. Хлам носить. Так. Че, постреляем, может? Хэгкшот, детка. ЮАС Оунда. Так, ладно. Не для этого мы здесь. Не для этого, ребят. Нормальная такая техника. Пентиум-2. Тут все как положено. Вообще вещь. Не пробуй ничего, странно. Смотри. А, да я не буду на тебя нарваться. Че ты так пристал ко мне? Все агенты подземки. Торговец тут есть у вас? Тут еще и силовую броню можно поставить. Нормально вообще, неплохое место. Пам. Пам. Как жива? Обработка. Неизвестный человеческий объект. Ваше прибитие не было спрогнозировано. Эмммм. Я здесь. Предварительная корректива статической модели завершена. Инициализация знакомства. Я был есть и с высокой долей вероятностью буду Пам. Предиктивно аналитической машиной. Эммм. Приятно познакомиться. Я разрабатываю аппроксимации первого порядка для проведения всех обитателей региона, обозначаемого как Содружество. Проще говоря, я предсказываю будущее. Да ладно. Офигеть. Осторожно. Поведение биологических форм жизни содержит фактор хаоса. Непредсказуемо. Все итоговые данные подвержены крайне высокой вероятности ошибки. Эммм. Ладно, хорошо, хрен с тобой. Крайне рекомендую не обращать внимания на мои предсказания. Операция завершена. Вы неучтенная переменная. Ни одна из текущих или предыдущих моделей не предсказывает ваше появление или существование. Запрос. Каково ваше происхождение? Так, пошел в задницу, ты мне надоел. Это мой секрет. Недостаточно данных. Разговор завершен до разработки новой вероятной матрицы. Проще говоря, до свидания. Именно так. Все. Раздражает на меня суть. Какой-то он подозрительный. Вот мне кто-то там написал это. В этом. Вконтакте скинул, типа. Вот, робот 200 лет вытирал пыль. Зачем ты его бросил и поменял на собаку? Нафиг мне этот робот. Он робот, в том-то и дело. Понимаете, любого другого робота поставь на его место, он тоже, сука, 200 лет будет пылесосить. В том-то и дело. Вся и суть. Это робот. И не более того. А это? А это шарик. Шарик, а вот он. Вот, видите, нормально. После прошлой серии он немножко выспался, отошел от грибов и чувствует себя прекрасно. Так. На чем остановились? Ну да. Ой. Остановились мы. Молекулярный уровень. Вернуться к Верджилу. О, мы снова надеваем супер костюм и бежим к Верджилу. Хорошо. Я согласен. Я согласен со всем. Со всем, что поможет нам найти нашего сына. И, возможно, нагнуть. Есть же там такая теория. Так, ладно. Это не столь важно. Главное выйти отсюда. Нам главное выйти из подземки. Выйти, выйти на поверхность. Выйти, как бы сказать. И сделать все глубоко и надежно. Вот. Сейчас выходим на поверхность. Идем в Даймонд Сити. Даймонд Сити, да. Потому что у нас все в Даймонд Сити. У нас вся хата наша в Даймонд Сити. Вот. Что мы там делаем? Да. Продаем шляпу. Быстренько. По-быстренькому, так сказать. Сделаем это по-быстрому, деточка. Да. Вот. Надеваем наш супер костюм. И отправляемся на поиски приключений. К Верджилу. К доктору Верджилу. Так что все будет хорошо. Угу. Такой молодец. Так. Ммм. Уровни у нас прокачаны, да? До следующего еще полуровня набирать нам. Чтобы апнуться. Хорошо. Я согласен. Это не принципиально. Как всегда, я почему-то всегда в этот город прихожу вечером. Поздно. Не знаю, почему так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Убери. Вот. И тут всегда ночью торгуется только один. Вот этот робот. Да. Давай, давай. Лечи меня быстрее. Вот. Вот. Давай. Опаньки. Мой. Мое оружие. Начнем с этого. Я, наверняка, какую-нибудь шляпу захватил с собой. Так. Не. Пусковую установку облученную я ставлю. У меня, тем более, обычной нет. Я ее продал. Ну, нафиг она мне нужна была. Так. Пусковую установку обычную тоже продам. Нафиг надо. Это тоже не надо. Это тоже не надо. Яростный силовой костет. А я не буду ближним боем драться. Мне он тоже нафиг не нужен. Так. И у тебя что-то немножко больше остается, чем... Ну, давай ты это. Будь добр. С тебя этот. Стимулятор один. Один. Слишком жирно больше, чтобы я еще на них деньги тратил. Вот. Два. А, не. Подожди. Я еще не все взял. Да. Мне же надо шляпу продать. Издушенную шляпу. Летние шорты. Парик. Помпадур. Подожди. Что это там за боевая броня такая была? А хотя фигня все равно по-любому, да. Тяжелая для правой ноги, для левой руки, для подбородка. Где у нас тут оно все? Одежда. Да нет, так себе. Вот для ноги оставим на всякий случай. Вдруг ничего будет. Вот. И, собственно говоря... Да. Я согласен. Теперь я согласен. Так. Шарик. К концу мир. Майн шишкин шляпа. Шнель. Иди сюда. Да. Я хочу взять все. Шарик. Пойдем. Нас ждут славные дела. Очень славные. Очень хорошие дела. Сейчас. Сейчас. Колыбельный ноги должен удастся. По-любому, ребятишки. Все должно получиться замечательно. Так. Где у нас хлам? Вот он. Да. Согласен. 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 Я совсем нафиг согласен. Пусть все это сюда. Вот. 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 Ой. Замечательно. Хорошо. И, собственно говоря, у нас всего 90 футов. Этого. Веса. Мы сейчас того немножко. От этого. Вот. Все. Я гайвер, детка. Я супер нагибатор. Так. И сейчас мы выйдем. Сука. Где выход-то? Я забываю. Где в моем доме выход? Ну, это нормально. Я не знаю, что. Это. Это. Это Кутагин, детка. Вы поняли, в общем. Сейчас все будет замечательно. Так. Я сохранился. Вот. Может, очки одеть? Что-то. Уже давненько я отдыхал тут. Вот. Вот. Мне так больше идет. Вот. Но от них долго тоже их нельзя. Так. Скалистая пещера. Вперед. Вперед. Навстречу с доктором Верджилом. Который... Сука. Я же забыл ему этот... Сыворотку. Или что там надо было ему принести. Ну, может, он нам поможет потом? Сбегаем в институт, нагнем там всех. И принесем это ему... Сыворотку, которую он так ждет. Так. Доктор Верджил. Я не думал, что снова тебя увижу. У тебя все получилось? Все было просто супер. Код у меня. Да, видимо, этого следовало ожидать. В конце концов, тебе удалось справиться с Келлогом. Уж охотник это после такого уничтожить, расплюнуть. Как тебе удалось его расшифровать? С помощью подземки, деточка. Тебе помогли эти психи? Я-то думал, они заняты. Освобождают торговые автоматы или спасают компьютерные терминалы. Прости, дело в том, что я много о них слышал. Я тут тоже не сидел без дела. Сделал все, что смог. Что-то вспомнил, что-то в свое время подслушал, в чужих разговорах. Приготовил для тебя кое-какие чертежи. Этими руками это было сделать нелегко. Мелкая моторика не к черту. Вот простое объяснение. Тебе нужно собрать устройство, перехватывающее луч, с помощью которого институт телепортирует охотников, а затем телепортироваться по нему самостоятельно. Знаешь, в чем самое безумие? Та станция классической музыки передает сигнал телепорта. Все данные по гармоническим частотам. Тебе все это уже не важно. Важно понимать, что это не моя слабость. Я был в бионауке, а не в инженерии, и не в высших системах. Ты давай уже это. Чертеж, сука. Мне пофигу. Хотя гарантий дать не могу. Но если ты сможешь собрать это устройство и используешь код, то оно должно будет перебить сигнал института. Сможешь? В смысле, собрать сможешь? У тебя есть помощник на примете? В одиночку тут не справится даже тебе. Оммм. Ну. Ты что-нибудь придумаешь? Отлично, отлично. Потому что тебе просто необходимо попасть внутрь. Ради нас, обоих. Не забудь о нашем уговоре. Я помог тебе всем, чем мог. Если у тебя получится проникнуть внутрь, найди сыворотку. Это мой единственный шасть. Опять стать нормальным. Найди ее. А теперь иди. Бери чертежи и заработай. Собери устройство, во что бы то ни стало. Если потребуется, зови на помощь всех своих знакомых. Да. Неинтересный вариант. И что это? Поговорить с подземкой. Подговорить помощника на перехватчик. Поговорить с братством. С минитменами. Ага, вон оно что. Я все понял, ребятишки. Нам надо на... Защищать и служить. Служить и защищать. Какой ты молодец. Так, да. Служить и нагибать. Вот оно как правильно. Вот так оно правильно. Разгибать и нагибать. Так. Да. Я, знаете, что думаю? Надо снова... Снова к нам домой. Вот основная... О, новая метка есть. Сразу в основную базу можно домой переместиться, да? Да. Слышь, офигительно. Просто мега супер, я считаю. Вот. Вот тут у нас. Импровизированный мой уголок, где я всегда его снимаю. Так. Выходим на улицу. Что мы делаем первым делом? Я думаю, что первым делом нам надо поговорить с минитменами. У них наиболее хорошее расположение к нам. Они нам помогут собрать эту машину. И, конечно же, нам надо, помимо этого, вообще с Престоном поговорить. С этим... С Уиллом Смитом. Почему? Ну, потому что мы столько всяких полезных дел сделали, а ему так и до сих пор не докладывали об этом. То есть, он наш зам. Он всем заведует. Мы только, как бы, начальство. Хотя, по сути, мы все делаем вместо них. Вот. Но не суть. В общем, нашему менеджеру нас задоложить. Эй, манагер. Вот он. Очерно-рабочий наш. Так. Так. Черчеж Верджил, да. Можешь взглянуть на эти чертежи? Ученый по ним Верджил сказал, что это устройство поможет мне проникнуть в институт. Институт? А зачем тебе вообще к ним лезть? Слушай. Они похили моего сына. Черт возьми. Это через чур даже для них. Не волнуйся. Мы поможем тебе всем, чем сможем. Допустим, ты соберешь это устройство. Но для чего оно? Ты знаешь, что институт есть устройство мгновенного перемещения? Они называют его молекулярный телепорт. Телепортация? Серьезно? Ух ты. Теперь понятно, как институт скрывается от нас все это время. Да. Если кто-то способен разобраться в этих чертежах, то это стурджес. Не было еще. Так. Выполнено. Стурджес. Стурджес, ты где есть? Где-то здесь он рядом. Кстати, нам надо еще один важный квест выполнить. Очень-очень важный квест. Здесь. Очень важный. Сейчас покажу. Так. Вы уже поняли, что я буду делать. Наверное, кто-то понял. Так. Я же тут не всю брюку посеял, скажем так. Сука. Да ну, блин. Подожди, я тебе сейчас чуть позже подойду. Вот. Надо вот это все. Вот. Тыквочку немножко возьмем. И где-то я тут еще сажал какую-то фигню. Ребят, я вам сажаю, вы все портите. Что за фигня? Так, да. Вот наш импровизированный. Так. Вот. Вот. И еще вот эту брюку. Все, да? Мы, по идее... Нет. Нет, 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 нет. Мы, по идее, выполнили квест. Вот. Отлично. Ну, во всяком случае, мы молодцы. Теперь жители нас должны больше любить. Мне так кажется. Вообще, я могу ошибаться, конечно. Есть еще один важный вопрос. Если на санкчуарии будут нападать, что мне предпринять? Какие тут оборонительные меры? У меня есть одна мысль. Самая простая и сто пудов рабочая. То есть, это поможет по-любому. Может быть, даже это обеспечит всю необходимую оборону. Вот. А, всего одна есть, да? Нет, нет, это не надо. Теперь вопрос, как расположить таким образом, чтобы... Тут, понимаете, расположение... Кстати, да. Почтовый ящик. Мы его пока не будем разбирать. Нам что нужно? Нам нужно следующее. Сука, нет, не то. Нам надо... Нет, посты нам тоже не нужны. На них нельзя поставить. К сожалению, тут такая есть фигня, что нельзя поставить. Нам надо поставить... Структуры... Разные. Мост. Мост нам не нужен. Сейчас, секундочку, ребят. Это недолго будет. Относительно недолго, во всяком случае. Стены, вот. Нам надо поставить одну... Что вы хотите сказать? Ни одну стену я не могу собрать? Ну, вот это нагиб. Вот это вы молодцы. Ладно. Домик простейший. Нет. У нас стали нету. А, это сейчас мы... Сейчас мы это быстренько все... Так. Так, все. Сталь есть. Велосипед какой-то разобрали мелкий. И сейчас мы это все... Сделаем. Вот. Вот я же говорю. Ничего сложного. Надо какой-нибудь сарайк найти небольшой. И вот с помощью него уже можно. Ну. Ну, хотя бы такой, что ли. Вот. Чего вы смеетесь? Не смеетесь. Не самому смешно, сука. Это чисто... Приемы Мортида. Вот. Сейчас. Я сейчас быстро это исправлю. Надо куда-нибудь переместить. Как-то по-хитрому. Вот. То есть, какой у меня план обороны Берлина? Такой. Выходит противник? Это теория все. Я не знаю, как оно будет на самом деле. Он начинает тут. Че? Как? С нашими замес. И эта штука начинает. Пашить везде. На тебе. Вот так вот. То есть. Короче, все будет хорошо. Да. И теперь мы сможем поговорить с Верджилом. Он что, он в натуре, чувак. Да, я с тобой согласен. Так. Ты можешь от отсюда со мной поговорить? Чтоб я к тебе не ходил лишний раз. Сука. Этот. Еще один Элвис. У них такая прическа здесь модная. Они все так одеваются. Эту прическу такую делают. Я не знаю, зачем это. Че ты мне можешь сказать? Что-то нужно? Не, ничего. Мне ничего не надо. Все нормально. Все нормально, братуха. Черт, братство. Туда, сюда. Все дела. Да, я согласен. Так, Струджес. Струджес, есть базар? Деловой. Помочь разобрать эти чертежи, да? Конечно, давай сюда. Держи. О, вот это каракули. Похоже на зашифрованные радиопередачи. Так, значит, тут у нас маршрутизация. Какого черта? Телепортация? Безумие какое-то. Вы уверены, что это настоящие чертежи? Чувак, ты че? Мне их дал бывший ученый института. Серьезно? Не знал, что можно выйти из института и остаться в живых. Можно, можно. Но это не так важно. Эти ученые почти никогда не думали о том, что инженеры смогли прочитать их каракули. Но здесь все считаемо. Да. Мне нужно время на изучение чертежей. Этот почерк не так-то просто разобрать. Но вы пока можете собрать то, что он назвал стабилизацией. Для этого потребуется металл высшего сорта. Но технически это не сложнее, чем сделать ошибку для реактивного дливателя или типа такого. Давай список деталей мне. Хватит, нужно научную кругу. Да. Конечно. Построить платформу отражатель. Поговори с Труджесом. Выполнено. А пока вы занимаетесь платформой, я постараюсь разобраться, как собрать все остальное. Учтите, что электричество эта штука жрет очень много. Ну, если у вас вдруг завалится небольшой ядерный реактор, он бы мне пригодился. И устройство выйдет не маленькое. Так что найдите большую открытую площадку с возможностью подсветки. Хорошо, подсветки, электричество. Все подведем. Что ты переживаешь? Все сделаем как положено. Все будет очень даже хорошо. Даже не переживай на этот счет. Труджес, ты главное давай своим этим чайником, яйцеголовым. Работай по мощному. Так. Итак. Ну-ка, попасть в институт можно с помощью перехватчика, но чтобы ее построить, мне понадобится помощь. Ну, это понятно. Алюминиевая баллка. Алюминиевый котелок. Все как положено. Так, нет. Я не согласен. Мне нужна, наверное, особая. Вот. Понты на самом деле. Вот. А мы здесь ее прям... Где у нас это наша турель? Турель ты будешь охранять, понятно? Ты будешь охранять мою платформу. Телепортационную. Я тебе ближе вот тут поставлю даже. Сука, как ее поставить-то, а? А, ну да. Тут же никто по дорогам не ездит. Чего я боюсь тут поставить? Вот. Построить платформу-отражатель. Нам нужно питание еще, по-любому. Хер, мы ничего не можем построить. Ладно, неважно. Нет, не надо ничего. Не надо вообще это. Так. Стурджис. Вы нашли подходящее место для перехватчика сигнала? Да, вот он. Рядом, сука, стоит. Наверное, здесь. Ну-ка, давай. Прочти чертежа. Ты закончишь чертежами Верджила? Вроде бы. Узнаем, когда начнем собирать устройства. Вот три компонента, найти которые будет сложнее всего. Все остальное я смогу найти сам. Встретимся на месте сборки и посмотрим, получится ли у нас запустить эту штуку. Хорошо? Хорошо. Построить излучатель, построить антенну. Ох, ни хрена себе. Ладно, спасибо. Спасибо, Старджис. Я буду прямо на это. Доброе дело. Я... Единственное, что нужно помнить, все компоненты должны быть подключены к одной сети. Я увидела тебя на сети. До встречи вместе в сборке. Увидимся. Увидимся, Стружес. Скрудж, короче. Скрудж в Макдак ты будешь. Кто тебя так хрен запомнит. И чё? Это не будет ничего без мощи. Ну да, эта штука не будет так просто работать. Чё нам нужно? Нам нужно... Нам нужно... Не обязательно раздобыть в военной базе электросхему. Раздобыть сенсорный модуль. Раздобыть биометрический сканер в одной из больниц. Построить антренну-ритрансратор. Построить консоль. То есть всё нормально. Я практически всё уже готов. Сука, только не знаю где. Мы не там строим, блин. Институт вообще в другой стороне. Ладно. У нас есть какая-то электросхема? Ну мы ещё одну добудем. Боже большое дело. Мало ли. Лишней электросхемы не будет. Правильно? Правильно. Будет в самый раз. Нормально. А чё случилось-то? Нас никак не оставят в покое эти рейдеры. Они крадут у нас еду и припасы. Грозятся убить нас, если мы не будем уплатить. Легко. Это уже как бы... Да. Ладно, чувак. Сейчас мы быстренько. Как раз заодно. Всё это сделаем. И микросхемы поищем. Хорошо бы. Мы уже не знали, что делать. Не переживай ты так. Чё ты прямо какие-то там рейдеры? Чё там как? Ну ладно. Где-то здесь же, да? Недалеко. Или нет? Теплица Грин Топ. Эээээ... Вот Где-то здесь Сейчас, ребятишки Надо, надо помочь добрым людям Это всегда полезно Сейчас я вот так добегу Шарик, будь с нами Я что-то засыпаю уже на ходу Сейчас надо немножко еще помучить этих всех ребят И Рыкутагин пойдет спать А завтра мы продолжим Да, все как положено Может сегодня серия чуть короче будет Но это ничего не меняет Мы все сделаем, все добрые дела Все будет очень даже хорошо, ребятишки А потом Рыкутагин Че, как вам всем покажет Тут этим негодяем Тихо Фу, блин, испугались Я уже испугался, думал, бегемот опять какой-нибудь Лебедь, лебедь, как он там называется Да, сука, опять очков нету Не, у меня тачки есть У персонажа нет очков Которые нужны для действий Так И ты тоже сейчас печень получаешь Вот Все нормально А второго я забыл, по-моему, нажать, да? Я забыл, да Ну, как обычно Готово Лежать не двигаться Так Мясо рад оленя Все, идите нафиг Мне рейдеров надо бить, а не вами заниматься Дудь не проклятые Ну, они действительно дудь не так и зовут Надо быть осторожным Вот в таких местах всякие попадаются Я угай И тогда бегемот здесь нам попался Я аж офигел, честно говоря, тогда, ребят Когда нас бегемот грохнул в таком месте небольшом Вроде так все нормально Тихо Рабочий Это рабочий Это не рейдер Потогонка Как понять, потогонка Подгоняют или что? Да нет, здесь, наверное, нормальные все Здесь их не будет Да нет, вот они Смотри Не, караваны-то Это не рейдеры Да, рейдеры дальше Немножко вот сюда куда-то Здесь их нет Кстати, и самое интересное Если в эти трейлеры, по-моему, стрелять Они тоже вроде взрываются Почему взрываются очень мощно Там такой реально атомный взрыв маленький получается Мощнее, чем из этого Чем из толстячка стрелять То есть там вообще ништяк такой взрыв Хороший, такой добротный Ух, прямо Нагибной Тихо Не мешать Надо, надо Помогать людям Делать полезные дела Вообще, мне нравится дополнительные задания выполнять Они, правда, тут реки очень однообразные Пока что Тихо Ааа, сука Спалил меня, да? Но это ненадолго Это ненадолго Я уже понял Вот вы ездите, да? Что там, хламотроном, что ли, меня Остреляешь? Рейдер-босс Слышь, босс Многие босс Босс Был отрахан своими сверстниками Абревиатура, деточка, да? Рейдерская броня Протупее Я, кстати, хламотрон у нас был И крио-пушка Я их продал, нафиг Вы спросите, почему? Просто продал Ха-ха-ха-ха-ха Мне никакие причины дополнительные не нужны Лицо мне их не понравилось О, рейдеры крутые появились С силовой броне Хорошо Так она даже интереснее будет Сука, ну не всегда Так Квантовая ядеркола Вот это вообще нагибчик Это просто мега-нагиб А вы чё тут? Шахтёрами заделались? Вы ж рейдеры Так И последний Всё, да Хэтшот, деточка Юас Тихо, я не хочу падать Это чё у меня? В карьер теперь спускаться к вам? Похоже Зачистка-то Такая весёлая будет Продолжительная Идите нафиг Всё Упыри, чёртовы Ладно Говорится, зачем платить больше Если есть халявный гранатомёт Да ты Это что за шляпа такая? Я так на тебя рассчитывал Такой прям Что вы, что вы Гранатомёт А он вообще какой-то хлипкий Фигня полная Вообще ни о чём Мой этот Плазмомёт сто раз лучше Где он? Праведный властелин Во, вот это я понимаю оружие Ну, не так, чтобы сильно, конечно Ну, во всяком случае Как-то оно попрактичнее И зарядов побольше у меня Ааа, сука! Он лечится, когда у него хп мало Вот в чём дело Ну, сейчас уже всё, да Всё, как я и думал Нагиб неизбежен Так Тихо, пацаны Не надо Силовая броня рейдеров Ооо Интересно Как это понять? Его можно по частям собирать? Или это такая силовая броня Что её можно сразу надеть? И она будет, как бы Как обычная броня То есть не требует ядерных батарей Если так, то это будет вообще супер Это будет офигительно, кстати Реально офигительно А чё? Очень даже неплохо будет Я сохраняюсь И сейчас нагибать буду Капитально сейчас буду нагибать И уже совсем другое дело будет Так Это хэдшот однозначно Давай, давай Ну, блин, Рокутагин, ты чё? Вот Вы не удивляетесь, что я его тоже называю Рокутагином? Дело в том, что он Вот этот персонаж И даже имя такое Он Рокутагин Рокутагин Так его и зовут Так Чашка Да, это понятно Короткий, боевой О, так их там много, смотри Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ говорится. На удачу. Вот. Вот. Вот другое дело, я понимаю. Да, сука. Это долго так. Ох, ты слышишь, ты. Так не надо. Вот. И вот вообще нормально. Быстро и чётко. А, сука, засыпаю уже. Всё нормально будет. Сейчас, ребята, мы разберёмся. Чё, первый раз, что ли? Мы не в таком состоянии нагибали. Всякое бывало. Сейчас. Блин, я не там сохранился. Стой. Ну а чё я сейчас скажу? Стой. Чё, он пристаёт? Как вы мне надоели, сука. Умри, падла. Я вот одно не могу понять. Если я просто попал в голову, это не считается, что ли, критическим попаданием? Мне просто интересно. Я вот часто такое замечал. Не, считается. Всё нормально. Считается. Всё считается. Не надо ничего придумывать. Очень даже считается. Главное попасть. Сразу видно, что работает. Система работает прекрасно. Хэтшоты в этой игре никто не отменял. И это меня радует. Можно её как шутер походить. Это замечательно. Ты иди нафиг, слышь. Ты хватит. Так нельзя так делать. Ну ты чего? Парнишка, успокойся. Вот это противный тот самый, сука. Такой прям пулемётчик могучий. Я не знаю, чем он там. Огнемётом, пулемётом стреляет. Ну он какой-то особый. Вот. Мясо гончий мутанта. Дутня. Коготь смерти. Всё. Это было неожиданно, сука. Блин. Нагибной день. Сука, я забыл сохраниться. Нет, я сохранился. Всё нормально. Всё не так плохо. Не в самом лучшем месте, но тем не менее. Я должен их нагнуть. Это уже дело принципа. Вот. Умрите, суки. Никакой пощады. Так. И надо сохраниться. Потому что сейчас может прилететь бомба лейла. Я так и не понял в прошлый раз, откуда эта фигня была. Так, быстренько, быстренько подбегаем вплотную. И всё. Сейчас-то он никуда уже от нас не денется. Давай. Кстати, мы сейчас одну теорию проверим с вами. Сука. У меня весь персонаж перебинтован и уже так нельзя. Пацаны, вы чё? Где он есть? Сейчас проверим. Действительный критический удар, как я полагаю, при любом раскладе, при любом, он всегда попадает. Вот. Смотрим. Будет попадание? Да! Критический выстрел всегда попадает. Он имеет, как я понял, ну... Сейчас всего 33% было попасть. И попал. То есть, это очень круто. Это способ... Вот кто меня, сука, кидает. Вот он, урод. Это способ уничтожать врагов на любом расстоянии. Ну, во всяком случае, одного. Можно снайпера уничтожить. Просто наводишься на него. Нажимаешь один раз на выстрел, на голову, например. Да, там очень маленький процент. Но тут же, когда только начинается ход, ты врубаешь критическое попадание пробелом. И всё, и он попадает. И реальные ноги получаются. То есть, такой вот способ стопроцентного попадания при ещё и при нанесении критического урона. То есть, можно от очень противников на большое расстояние сразу избавиться. Да. Язык заплетается уже. Так. Всё нормально. Всё нормально. Ааа, бодрячок, пацаны. Всё будет ништяк. На чём это остановился? Ну да. Мы нагибаем. Как всегда. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Не вопрос. Гори, падла. Пусть горит. Он меня бесит. Так. Ну, вот. Наконец-то. Долго тебя упрашивать, как говорится, что ли. Так. По пещерам я тут ничего в шахте не буду сейчас лазить. Ну, потому что что-то я немножко не в состоянии. Вот. Мы сейчас выйдем. Добьём рейдеров. И всё будет очень даже хорошо. Их тут немного осталось. Так. Сучки. Идите сюда, я вас повеселю. А вы меня. А, нет. Мы будем лазить в шахте? Потому что это находится в шахте. Потому что они в шахте. Потому что я их сейчас нагну в этой шахте. Так. Рыдерюги. Паразитюги. Где вы есть? Вот тут они, сука, спрятались. Так. А меня не видно. Понятно. Сейчас будет глубоко и надёжно. Это внутри находится. Так. По-любому на такую легендарную пушку надо собирать. Прицел какой-нибудь хороший. Просто офигительная пушка. Я же с самого начала говорил вам, ребят. Лазерное оружие всё это. Технологичное. Оно того стоит. Прицел только нормальный собрать и всё. И будет вообще супер. Это я вижу. Шарик, сука, стой там. Не надо. Не надо нагнуться из-за тебя. Так. Зачки сварщика. Кухонное полотенце. Это я тоже возьму. Не знаю зачем. Интересно, что можно добыть из кухонного полотенца. Так. Чё, правда что ли? Неа. Шшшш. Вообще лоханулись по полной. Этот аж психует. Не знает, в кого стрелять. Тихо. Шарик. Шарик, он нас не видит. Он просто знает, что мы где-то здесь, но не видит. Написано, внимание. Чё, правда что ли? Тебе доверять? Ты чё? Сдурелась. Всё нормально. Шарик, шарик. Мой хороший, мой сладенький. Не психуй. Так. Терминал станции. А нафиг она мне нужна? Тихо. Это кто такой? Хитрожопый у нас тут, а? Завёлся. Гранатами кидается. Непонятно. Ладно. Так. Тихо. Вот. Вот это интересно. Впервые за всё время. В самом начале мы ещё нашли один. Вот. Наконец-то у нас броня появилась лучше, чем у нас тогда была. Каска, сука, беспонтовая. Ладно. Это не столь важно. Пусть будет каска. Так, кастет. Так. Вот это я разберу. Мне болты нужны как раз для коллиматорного прицела. Там ещё какой-то материал нужен. Мне нужны болты. Слышь, рычишка, помоги мне. Где противники? Где-то рядом они. Написано вниз, вон, указатель. Где-то здесь они прячутся, сука. Где-то здесь они есть, паразиты. А, вижу. Здорово. Нет, не надо. Я нечаянно, я что-то замешкался. Сейчас всё будет хорошо. Мы обязательно победим. Вот. Давай. Есть. Это ещё один рейдер-выживальчик. Она сейчас, блин, будет мутировать постоянно. Постоянно она будет... В общем, вы поняли. Будет. Будет восстанавливать своё хп. Да умри ты, сука. Ну, пожалуйста. Ну, будьте добры, как говорится. Кто-нибудь таинственный незнакомец. Давай, ну сейчас-то появись. Давай. Есть. Ух. На молекулы, сука. Сейчас мы всё сделаем. Сейчас всё будет хорошо. Стимулятор. Лапша. Белки. Игуаны. И ядер колы. Всё. Вот так, деточка. Вот сейчас тебе точно не поздоровится. Я тебе обещаю. Они там уже что-то? Тихо. Всё. Всё, хорошо. Шарик, успокойся. Не надо так нервничать. Мы побеждаем. Ну, пожалуйста. Что нам не хватает до коллиматорного прицела? Или оптического хотя бы? Да, любого. Только неродного. Да, короче, много всего там, да. Всё ясно. Да, выходим. Ничего тут нет интересного пока что для нас. Так, ладно. Собраться. Собраться. Их немного осталось. Я уверен, мы должны победить. Не то, что я уверен, что мы должны победить. Я уверен, что мы победим. Вот это я хотел сказать. Вот. И он уже спокойный. И остался кто-то один. По-моему, да? Один или двое. Да, да, да. Именно так, капитан Очевидность. Тихо. Есть у меня на этот счёт одна идея. Тихо, тихо. Всё! Миссия выполнена. Нифига мы красавцы какие, да? Какие мы нехорошие. Просто взяли так это. И закидали бедала гранатами. Там наверняка у них какие-то эти есть. Предметы хорошие. Но я туда не пойду спускаться. Мне в лом. Честно. Сейчас что-то в лом. Так, подожди. Как оно? Вот сюда, наверное, да? Тут же наверх идёт. Вот так вот. Прямо перезарядка такая сочная. И на выход. Вот. Тихо. Вот. Не надо так делать. Пугайте. О, тут можно что-то раздобыть. Тихо. А, всё ясно. Нагиб. Так, вот так, наверное, где-то, да? Нет. Есть. Есть, есть. Я лучший медвежатник на свете. Так, укреплённый какой-то карабин, как всегда. Да, в общем, фигня. Шарик. Ой, ты мой хороший. Такой бесклассный вообще. Такой. Ух. Правильный. Мухтар. Не, Мухтаром тебя не буду называть. Мухтар плохо кончил. Точнее, не совсем. Но. Шарик. Мухтара ножом один раз ударили, и всё. А в тебя тут ядерные ракеты попадают, ему пофигу. Так что нет, он круче, чем Мухтар. Это вам не Мухтар, это шарик. Так. Был такой фильм когда-то. Ко мне Мухтар назывался. Хороший фильм такой прям. Юрий Никулин снимался в главной роли. Редкий случай вообще, когда он снимался не в комедийном фильме, то есть он не комедийную роль исполнял. Было достаточно неплохо. Ну там юмор был, конечно, как везде, но. Такой интересный фильм. Правильный. Так. Хотя я вру, я никогда не любил ко мне Мухтар. Не любил всё. Не знаю. И диафильмы никогда не любил. Сука, нафиг они нужны. Мне всегда это казалось бредом. Не знаю почему. Кому-то не казалось там. По-своему прикольно было, да. Диафильмы по-своему прикольно было. Ещё диафильмы некоторые там были хорошие. Вот. Но. В целом да. Не то. О, ну погоди, я любил. Вот это мультики были. Вообще нагиб. Отечественные Том и Джерри. Это реально сила была. А мы нагибаем. Сука, всё, в башке не работает ничего. Сейчас кое сдаём и всё. В люйку пойду. Что? Не надо так делать. О, сука. Ягоды, ягоды мои. Чё, может быть ещё у них... Нет, это культура у меня есть. Мне надо что-нибудь новенькое. Мутафрукт. Я не знаю, может он коллицоногенный, что его все именно его выращивают. В самом деле, это же прекрасная новость. Побольше бы таких. Да. Согласен. Всё. И как раз, слушайте. Нифига, это дерево колбасит. На дворе ночь. В Фоллауте ночь. И у меня ночь на дворе. Да. Смотрите, какая красота ночная в Фоллауте. Блин, ну всё-таки, кто бы что ни говорил. Красиво. Здесь реально красиво. Поэтому на этой прекрасной, красивой ноте, и шарик на нас смотрит, вот, мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что были на волне со мной. Вот. И поэтому, если вам нравится путешествовать по прекрасному миру Фоллаут, то вступайте в нашу армию. У кого на дворе ночь, спокойной вам ночи. И нагибайте всех. И, конечно же, мы увидимся с вами.